Виктор Антонович, здравствуйте! Спасибо. Глубокий вопрос от молодого человека. Конечно, каждое поколение сильнее предыдущего, потому что оно стоит на плечах предыдущего. И я всегда говорю, что новая генерация, которая приходит в университет, каждый год она другая, она лучше, и это можно утверждать. Но сейчас, видимо, речь идет о такой профессиональной готовности школьников к поступлению. Вы знаете, я давно наблюдаю, может быть, уже 30 лет, и, конечно, не усилился уровень подготовки школьной за это время. Он стал более разнообразный, и школьники чуть-чуть шире знают другие дисциплины. Но если говорить о фундаментальной подготовке в школе, она не стала сильнее. И более того, мы многие годы наблюдали даже снижение этого уровня. С чем это связано, по-вашему? Это связано с многими обстоятельствами. Безусловно, это ответы на социальные вызовы, это ответы на вызовы общества. Вообще общество развивается, мы математикой говорим, по синусоиде. То есть есть взлеты, есть падения, есть взлеты интереса, есть падения интереса. Но, конечно, если взять 70-е годы, 60-е, это был взлет огромного интереса к естественным наукам, точным наукам, научно-техническому прогрессу. Вот тогда фильм «Девять дней одного года» он вызвал в обществе небывалый эффект, потому что все хотели стать физиками, ядерщиками, мы хотели стать Калмогоровым в математике. И, естественно, это сказывалось на нашем уровне подготовки. Мы ночами, ночами занимались, не преувеличивая, в аудиториях, закрывшись стулом, чтобы знать что-то новое. Другое время, другие возможности, другие молодые люди, другие вызовы общества. Это вот вся сумма. Ну и школа, конечно, в 90-е годы понесла потери. И мы знаем, какое отношение было к учителю в начале 90-х. Я вот все эти годы возглавляю конкурс «Учитель года России» и просто наблюдаю за большим составом учителей. Им же было очень трудно, их не поддерживали. И вообще авторитет учителя очень упал. Это не тот учителя, о котором говорили. Тихо, идет учитель. Но и все это вместе, конечно, сказалось. Но к чести сказать, что это и вызовы общества, конечно, позволили. Школа становится сильнее. И вот я думаю, мы находимся в самом начале подъема уровня школьного образования. Хотелось бы, чтобы оно было сильнее. Естественно говоря, о школах, о современных, я не могу не затронуть вопрос ЕГЭ. Учитывая, сколько вопросов, в общем-то, поступило, интерес огромный. Но я хочу привести небольшую вашу цитату, которая буквально в конце августа была сказана вами на одной из пресс-конференций. Вы говорили относительно системы единого государственного экзамена, что она требует качественной доработки. И вот была следующая цитата. Есть резон, почему он должен остаться, да, ЕГЭ, так как есть и плюс. Но если его оставить в том виде, в каком он представлен сегодня, то система образования понесет большие потери. Вот хочется понять, какие изменения должны произойти. И если они не произойдут, то о потерях какого масштаба вы говорили? Вот это я качественно отвечу, хотя можно говорить количественно, что надо менять. Качественно главное. Надо оставить в школе приоритет научить учиться. Научить размышлять, научить доказывать, научить понимать и воспринимать. Всякий наукометрический подход, он все-таки сужает. Он как бы должен быть где-то, между прочим, проверить, а что. А главное научить школьника мыслить. Вот, к сожалению, мы по-нашему ввели ЕГЭ, так что школьник, начиная с 9-10 класса, во главу угла ставит, что он должен любой ценой сдать ЕГЭ по математике или по русскому языку. Тем самым отодвигая изучение химии, физики, астрономии, которых вообще в школе нет. И не это даже главное, что он то не читал или не изучал. Но главное, что у него и подход другой. Он должен приготовиться к ответу или к решению определенного типа задачи или ответить на определенный тип вопросов. Это сужает вообще сам подход к обучению. А мы, наша страна всегда готовила мыслителей. Это наш менталитет. И поэтому, когда я сказал, что если вот оставить вот в таком, и приоритетом будет подготовка к сдаче ЕГЭ, а не учеба в школе. Лучше бы ЕГЭ забыть. Забыть, что оно может быть, там, как уже проверка. В этом смысле проверки были. Это контрольная работа. А поставить во главу угла, что мы вас учим, мы готовим вас мыслить, мы готовим из вас делать настоящих, образованных, фундаментально подготовленных людей. Вот только тогда школа наша пойдет вверх. И поэтому, конечно, вопрос принципиальный. Сумеем ли мы поменять вот эти плюс на минус? То есть не ЕГЭ во главе, а учеба. Настоящая учеба, вот та настоящая учеба, которая всегда была в русских школах. Еще и исторически. И поэтому, конечно, нужны изменения в системе ЕГЭ, отношения к ним. Но это уже вот та самая техника. У меня есть много предложений, я их не раз высказывал, что можно сделать, чтобы убрать вот эту страшилку, что школьник должен сдать ЕГЭ. И это дает ему возможность быть всем, сразу поступить в любой вуз и так далее. Мы обязаны, обязаны это изменить, иначе действительно потеряем. У нас есть вопрос, да, как я сказала, касаемо ЕГЭ. Я сейчас их зачитаю. Екатерина, у нас вопрос следующего содержания. Зачем учитывать результаты ЕГЭ по математике для филологов, историков, психологов и прочих гуманитариев? Неправильнее ли сосредоточиться на выявлении природных данных той или иной профессии? К тому же психоаналитику не понадобятся линейные уравнения, а на случай исследований, имеющих хоть сколько-нибудь математическую основу, давно уже написаны компьютерные программы. Вот человек, у которого иная точка зрения. Зачем, собственно говоря, какую-то математику изучать, если он готовится на другую. Ну, я с уважаемой Абитрианкой могу спорить. Я математике могу доказать, почему нужны линейные уравнения для любого предмета. Но вы знаете, вопрос вот в чем. Математика – это, собственно, не узкий предмет, это философия. Математика – это царица наук, это признано. И люди учат математику не только за тем, чтобы стать профессиональным математиком. Математика учит мыслить, сопоставлять, оценивать, понимать ситуацию, формулировать. Может быть, вы могли бы заметить, я обращаюсь к читателям, что математик говорит понятно, проще, подумав и точно. Вот всему этому учит вот эта царица наук. Поэтому, конечно, то, что в школе есть обязательный предмет ЕГЭ по математике, это абсолютно правильно, потому что это уровень вообще, ну, можно сказать, развития человека. Это действительно так. И потом русский язык обязательно – это наша скрепа, это наше все, это культура. В этом смысле это все бесспорно. А если речь идет о том, что математика требуется уже предъявить при поступлении, то, в общем, почти на большинстве гуманитарных факультетов она не требуется. На философском, историческом, там, стран Азии, Африки и других. Она требуется на тех гуманитарных факультетах, которые находятся на стыке естественных и гуманитарных наук. И где обучение обязательно связано с моделями, с оценками, с измерениями. Это экономика, это некоторые разделы психологии. Вот как раз математика здесь очень нужна. Например, психология отвечает за объяснение зрения, а там чистая геометрия. Психология отвечает за мозг, когнитивный, так называемый, наук. А там одна математика, потому что мозг – это компьютер и так далее. Поэтому математика, действительно, если говорить про московский университет, требуется на тех факультетах, где есть потребность использовать ее в дальнейшем обучении. Что касается того, что там надо нанимать и репетиторов для этого, то я считаю, что это не так уж страшно, если человек хочет больше знать. Может, даже не обязательно поступление. Пушкин учился с репетитором. Так что, если нанять репетитора для того, чтобы больше знать и что-то изучить, если есть возможность, то это не есть запретная тема. Но, конечно, молодой человек и сам может все изучать, если он старается, сильный, хочет. Я как раз очень выступаю за математику. И думаю, что, может быть, как все развитые страны – Франция, Соединенные Штаты, да и вся Европа – усиливает значение математической подготовки и в школе, и в университетах. И более того, оценка уровня образования в школе зачастую базируется на уровне преподавания математики в школе. Потому что страна готовит людей, способных жить в современном обществе. Еще один вопрос к вам тоже очень, как мне показалось, важный. Вы президент Российского Союза ректоров. Чего, по вашему мнению, не хватает российским вузам, чтобы конкурировать с лучшими университетами США и Европы? Ну, знаете, здесь есть две стороны в этом вопросе. Во-первых, мы успешно конкурируем, и, к сожалению, чаще всего передаются рейтинги, которые основаны на других моделях образования и совсем не относятся к нашей модели образования. Ну и как бы сравнивают бегуна с ватерполистом часто. Поэтому к этому надо относиться очень осторожно, я готов на эту тему отдельно сказать. Но что касается состояния российских университетов, здесь есть успехи. Мы умеем учить фундаментальным наукам. У нас очень высокий уровень образования по математике в наших университетах, по физике, по химии, по биологии. Если говорить о гуманитарных науках, мы неплохо учим языку, истории. То есть мы довольно хорошо учим. И вот если даже посмотреть рейтинги не из нашей системы, как бы, они по вот этим предметам относятся к числу, ну, Московский университет, число 10-15 ведущих университетов мира. Чего не хватает нашим университетам? Это тоже связано с изменениями в обществе. Дело в том, что так называемые приложения фундаментальных наук ранее были у нас в стране переданы в отраслевую науку. То есть была целая отрасль, огромная, намного больше, чем система образования, которая брала результаты научных исследований и доводила их до технологий. И вот эта отраслевая наука, она была как бы на стыке университетского образования, университетской науки, академии наук и приложений. Но в 90-х годах отраслевая наука полностью в нашей стране была закрыта, ее просто нет. И поэтому университеты сейчас вынуждены на марше прибавлять своей деятельности приложения, своих исследований, доведение этих идей до изделия, до технологий, до какого-то компьютера или телефона, или там смартфона. Для нас это, в общем, непривычно, потому что у нас была другая система. Но мы учимся, в этом смысле мы отстаем от зарубежных университетов. У них это всегда было. У них не было отраслевой науки, она была все время у них в университетах. У них по-другому устроено. У них особо не так устроены и академии наук, и отраслевой науки не было. У них как бы университеты занимались всем. В этом смысле мы учимся, конкурируем, готовы конкурировать. И здесь тоже, если сравнивать объективно, десятки, а может, несколько десятков наших университетов, говорю, ответственно, находятся на самом высоком уровне. Даже вот если их выписать в ряд с MIT, Yale, Stanford и так далее, мы по многим позициям не уступаем. Но, конечно, мы ученики, надо учиться. И в этом смысле у нас есть чему учиться у ведущих университетов мира. Скажите, насколько сегодня диплом, который получают ваши выпускники, дает гарантию того, что человек найдет работу? Сто процентный диплом Московского университета. Не только мы сейчас про Россию, а про зарубежную. Я говорю, сто процентный диплом Московского университета дает гарантии работать в любой зарубежной лаборатории. Более того, я знаю факт, когда в Соединенных Штатах есть лаборатории, где говорят только по-русски. Почему? Потому что нет необходимости говорить по-английски. И это факт. Мы знаем о огромной волне уехавших наших специалистов в начале 90-х, которые продвинули, очень сильно продвинули и подняли уровень исследований зарубежных лабораторий. И вот это ответ на вопрос о рейтингах. Если бы мы были там, как иногда рейтинг говорят, на 500-й позиции, то вряд ли бы ведущие лаборатории западных и американских университетов, западных и американских университетов, брали бы наших специалистов на ведущие позиции. А их там у нас тысячи, десятки тысяч. Но это не критичный показатель. Мы все знаем, в 90-е годы был такой шквал, очень сильный оттоп. Конечно, сейчас льстит, с одной стороны, то, что ваши выпускники уезжают, но объемы этих уехавших... Это была критичная ситуация. В 95-м, 96-м очень опасная. Из Московского университета уезжало до 25% ведущих молодых специалистов. Но сейчас надо сказать, что все-таки поддержка науки в России усилилась, и она уже сравнима по некоторым позициям с поддержкой в других странах. И очень многие, даже уехавшие, мои товарищи, которых я лично знаю и общаюсь, предпочитают даже вернуться. Ну, иногда они готовы вернуться на временной позиции. Там уже дети, семьи, у них уже там все проросло. Но многие говорят, я приеду и совсем. Так что процесс удалось благодаря руководству нашей страны и поддержке страны в последние годы все-таки повернуть. Хочу опять вспомнить 29 августа, когда состоялось заседание ученого совета МГУ. Вы говорили о том, какие планы на этот год и в целом о будущем МГУ. Хочется, чтобы вы рассказали нашим читателям о том, что ожидает Московский государственный университет. Это немножко будет перекликаться с тем, о чем мы говорили. Московский университет, это самый, видимо, сейчас такой сильный университет у нас в стране. По крайней мере, по всем рейтингам, которые проводятся в России, мы на первом месте. Но, конечно, мы не останавливаемся. И залогом развития университета является его программа. Вот эта программа принята до 2020 года, и согласно программе развития мы ставим задачу сделать университет нового типа, сделать университет будущего. Для этого необходимо выращивать молодых ученых, заинтересовать их оставаться в университете, создавать структуры, в которых они могут все реализовать, новые лаборатории. Мы вот создали центр интеллектуального резерва молодых людей в Московском университете. Вот этот центр, это мостик, очень активно работающий между промышленностью, крупными госкорпорациями и выпускниками, молодыми учеными в Московском университете. Требуется оборудование. По некоторым позициям мы лидируем в мире. У нас выдающийся суперкомпьютер. Мы запускаем спутники. Три запустили. Университет. Никакой другой университет мира не запускает спутники. Так, систематически. Сейчас готовим четвертый. У нас современное оборудование. Но я рассказывал еще и о одном рывке. Я хочу коротко о нем сказать. Он перекликается, как раз, с тем, о чем мы говорили. На этом заседании Чемсовета выдал идею университетской долины строительства. У нас есть территория Московского университета. И мы хотим на третьем этапе развития университета построить современные лаборатории, корпуса, может быть, небольшие даже производства, с тем, чтобы сделать цепочку студент, даже абитуриент, даже школьник, абитуриент, студент, аспирант, магистр, выпускник, работник лаборатории и возглавляющий группу в этой технологической долине. То есть, тем самым мы хотим замкнуть исследования и приложения. Масштабы большие, если раньше, за всю свою историю, 250 лет, Московский университет имел кампус в миллион квадратных метров. Нам удалось с 2005 по нынешний день удвоить кампус. У нас 2 миллиона. Долина, о которой я говорю, это еще миллион квадратных метров лабораторий, новейших исследовательских корпусов и, самое главное, людей. Сейчас мы в одном из корпусов готовим такую стартовую площадку. Около тысячи молодых людей увлечь проектами, с тем, чтобы, как только начнут заканчиваться строительство эти лаборатории на новой территории, они были готовы туда прыгнуть, как вот по-настоящему, и заниматься уже своим делом. То есть мы строим такие как бы университетские гаражи. То, чего нам не хватало, вот о чем мы говорили в наших приложениях. Если эта программа будет реализована, а я надеюсь, что это будет, ее поддержал Владимир Владимирович Путин, то мы действительно вот как бы станем тем университетом будущего, которого в России пока еще вот в таком виде нет. Мы хотим вот это проделать. Ну, естественно, это большой труд, ветер нам паруса, ну и, конечно, это хороший замысел, который реализует Московский университет, реализует. Вот я в этом уверен. Я хочу обратиться к вопросам читателей, которые пишут на прямом эфире. Вот Алексей Анатольевич присоединяется к нашей беседе, пишет глубоко уважаемый Виктор Антонович. Как реализуется вопрос с жильем для молодых ученых и преподавателей, оставляемых для работы в МГУ после успешного окончания его аспирантуры и защиты к кандидатской диссертации? Ну, конечно, этот вопрос известный и трудный, но все-таки у нас есть программа. Мы выдвинули уже 15 лет назад программу 100 плюс 100. Это значит, что ежегодно допускается 100 молодых кандидатов в наук, защитивших докторский, получить себе статус профессора. И 100 молодых кандидатов, защитивших кандидатской диссертации, без очереди как бы получить статус доцента. Вот согласно этой программе, тысяча людей, молодых докторов и кандидатов в наук, были подвинуты по своей ступеньке научной и служебной, стали доцентами и профессорами. Некоторые из них не москвичи. И у нас как бы эту программу дополняет следующее по решению ученого совета. Мы ежегодно, самых способных, оставляем для работы в МГУ, хотя это не москвич, селим на первый год, два, три в общежитие. А затем, с помощью профсоюзной организации и строительства жилья, а мы построили уже 250 квартир, мы даем квартиры молодым специалистам. Я не готовился к этому вопросу, но по имеющей мне информации, на сегодня из этих молодых людей, оставленных ученым советом и не получивших пока жилья, по-моему, есть всего три или четыре человека. То есть остальное мы даем. А вот если говорить о том рывке той долине, то мы предполагаем параллельно строительству лабораторных корпусов строить такие гостевые дома на одной из территорий, в 10 километрах от окружной дороги и предоставлять вот эти дома, коттеджи для молодых людей, оставляемых в Московском университете, те, кто проявляет особые способности. И это строительство коттеджных домиков входит как элемент в программу той долины, о которой мы говорили. Как элемент. Я слушаю вас и понимаю, что очень хочется, чтобы все это получилось, потому что наши читатели, я думаю, просто сейчас кулачки держат для того, чтобы все случилось. Хотя, конечно, и квартирные вопросы, и продвижения всегда сложные. Это для всех. Всегда очень сложно. Действительно. Есть у нас вопрос от Дениса Малько, который посвящен антитабачному закону. Сегодня мы с вами прям несемся по самым разным темам, поскольку вопросов очень много. Виктор Антонович, летом приняли антитабачный закон, ограничивающий курение в общественных местах. Однако на территории МГУ остались действующие курилки, в частности в первом и втором гуманитарных корпусах. Вы собираетесь их закрывать? И когда? Для нас, некурящих, это очень актуальный вопрос. Это уже некурящий. Хотя курил сильно, я работал до поступления в МГУ в шахте. И вот до этого момента, до спуска вниз, я был очень заядлым курильщиком. Но потом, когда я стал заботчиком, там тогда, в то время, это было строго наказуемо. До 20 лет лишения свободы, если ты сигарет и проехал вниз в шахту. И вот в этот момент я бросил. И с тех пор я ненавижу гриву табака. Не знаю почему. Но я хочу так сказать, что на самом деле в Московской Мерсетии задолго до принятия закона нам удалось вытеснить курящих еще до закона из корпусов. Это трудно, потому что многие же курят, и многие не хотели. Но вот постепенно, шаг за шагом, с помощью приказов, разъяснений, даже некоторых наказаний, мы до закона из корпусов вытеснили. Но правда, в некоторых корпусах, о которых говорится, мы построили такие курительные комнаты. Пристроили их с особой вентиляцией, с особыми условиями. Там есть, стоят песок, там все. И вот принят закон. Закон говорит, что на территории университета, ну университета, учебных заведений запрещено курение. Но в этом законе есть все-таки исключение, что по решению учредителя в отдельных случаях, в местах, отведенных для курения, это возможно. Это тоже статья закона. Ну вот мы будем думать, ломать ли эти пристроенные курительные комнаты. Посоветуемся со студентами. Вы понимаете, что они уже вне здания, они уже пристроены, они специально оборудованы. Посоветуемся. Мое мнение, конечно, не должно их быть, но есть же мнение и ребят, которые, девушек, к сожалению, которые курят. Ну и что касается некоторых утверждений закона, требует некая практика. Ну, например, там сказано, на территории. Я тоже за то, чтобы на территории не курить. Но территории некоторых университетов 200 гектар, 300 гектар. Это лесные тропы, или там аллеи, или там дорожки трехкилометровые. Тут, видимо, надо как там контролировать, если это, ну, вы знаете, кампус 200 гектар. Вот, как контролировать. Но я думаю, что правильно задан вектор, что, конечно, курение – это вредно. Это вредно. Вы сказали, у вас в речи прозвучало, что вы даже наказывали. Мы наказывали, наказывали. Наказывали, да. Был приказ, что курить нельзя, например, внутри главного здания. И у нас была специальная бригада, которая ходила. И если они вот фиксировали, что студент курит, да еще и бросает, писалась докладная декану. Декан принимал какое-то решение. Ну, конечно, не отчисляли, но предупреждали, предупреждали. Но вытеснили в то время, вытеснили вот курильщику из здания. Раньше, чем был закон. Но я понимаю тех, кто пишет и кто не принимает табачный запах и дым. Я понимаю это. Но надо как-то и вместе, я уже привел, вот довольно необъяснимо, как контролировать, если говорить про МГУ, человек вышел из метро университета, ему еще два километра идти по аллеям. Как контролировать, что он не курит? Да, это непросто. Виктор Антонович, у нас с вами буквально пять минут. Вот сколько успеем, столько вопросов и осветим. Есть вот какой. Прокомментируйте, пожалуйста, данные о том, что около 75 всех мест для студентов, на созданных во время вашего ректорства факультетах, это места для обучения по контракту. Некоторые созданные вами факультеты вовсе не имеют бюджетных мест. Почему университет все сильнее ориентируется на студентов-платников? Давайте просто разберемся, так это или нет. Давайте. Ну, во-первых, Московский университет может быть один из тех университетов, кто имеет очень небольшой процент платников в целом. У нас традиционно, вот есть бюджетные студенты, есть контрактники платные. У нас традиционно это был процент 40%, мы не превышали. Ну, может быть, вот последний год или два мы выходим уже на 50 на 50. Хотя очень многие университеты платников имеют гораздо больше. Таким образом, у нас как раз нет ориентации на платных студентов. Речь идет о том, что в последнее время было создано несколько маленьких факультетов, маленьких по количеству приема, 25-30 человек. Это так называемые корпоративные университеты. Это университеты, созданные в интересах крупной корпорации, где готовят магистров, может быть, и бакалавров, ну, как правило, уже высший эшелон, и готовят их с учетом их будущей работы. То есть, уже отталкиваясь от базы образования, мы настраиваем этих выпускников в интересах уже корпораций. Не узко, но все-таки корпораций. Вот эти корпоративные университеты, их много мы создали, мы их называем чаще высшая школа, и они, поскольку там 25-30 человек приема, то они контрактники, и, как правило, контрактники. И поэтому здесь немножко акценты смещены. Как правило, у нас бюджетные студенты, но на маленьких факультетах есть контрактники. Я прикинул, всего контрактников на вот этих 20 созданных последние 20 лет во время моего ректорства, вот этих высших школах или новых факультетах, где-то около 400 человек всего. Вот. Так что это не есть ориентация на контрактников. Ну, раз мы создаем высшую школу в интересах корпораций, бизнеса, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы обучающиеся платили. Нам надо тоже обеспечить учебный процесс, жить, ремонтироваться, развиваться, платить зарплату и так далее. Наверное, заключительный вопрос. Он к нам поступил из Санкт-Петербурга. Наш читатель Игорь Данилян задает вам прямой вопрос и рассчитывает на прямой ответ. Вопрос следующий. Вот уже года три, как появляются слухи о вашей отставке и замене то на Степашину, то на других персонажей. Понимаю, что ситуация сложная, не все идеально. И все-таки, как вы считаете сами, пора ли вам завершить этот проект? Является ли проект ректор Садовничи успешным? Кто человек, какого профиля и опыта мог бы стать вашим преемником? И справедливы ли слухи по отношению к вам? В отношении отставки? Ну, слухов было много. Я работаю. Очень много. И надеюсь, буду работать. Ну, как всякий человек, я, конечно, думаю обо всем. Но считаю, что это 20 лет большого труда. Может быть, кто меня ближе знает, это понимает. Это жизнь. И я считаю, что многое удалось вместе с университетом, вернее, университету сделать. Я бы не считал этот период для университета неуспешным. Если прямо отвечать. Считал бы я успешным. Но, знаете, это оценивает история. Вот пройдут годы, будут писать, оценивать. Я убежден, что труд потрачен на благо молодых людей и, надеюсь, на благо нашей страны. Спасибо вам огромное за такие прекрасные ответы, за такие искренние и подробные ответы. Я надеюсь, что вы придете к нам еще в гости. Вопросов безумное количество, друзья. Не серчайте. Мы старались и за 30 минут успели задать столько вопросов, ну, вот, сколько получилось. Спасибо. Всегда готовы. Спасибо вам огромное. Что-то скажете нашей читательской аудитории? Нет, я хочу сказать, что образование – это скрепа государства. Образование – это наше все. И, конечно, я благодарен всем за интерес к образованию. И готов отвечать, встречаться, а если просто готов служить образованию. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok